доброй ночи братцы доброй ночи абхазия ну да сегодня я там слышу что конечно как я это воспринял ну то что было 30 негативно то что сегодня должны были собраться ну в какой-то степени положительно в степени отрицательное какой мог быть исход из этого всего то есть собрались люди да и ну чего они добились хочу сказать извините меня да что я вот такое положение в доме у меня дети такой бардак навели меня дети маленькие так вот такой шумков что хочу сказать я вас братцы всех люблю и уважаем хажи знаете я вам одну историю расскажу до которую я сегодня вот опять же я ее каждый день вспоминаю да ну с каждым днем все больше и больше я вспоминаю об этой истории вы сейчас поймете о чем я говорю вообще вместе у меня один очень близкий друг очень близкий мы с ним кремлин прошли здесь по местной и он мне говорит как послушай говорит братан скоро в абхазии вот про таких как ты забудут и вами вас гопинать будут как я ему хотел в рожу вцепиться знаете в горло да вот а у мой близкий друг да я ему хотел в горло вцепиться и сказать невозможно это невозможно сегодня например да я вот наверное я думаю пожать ему руку и нет понимаете да я никого не трое никогда не трое вот это правительство они меня но мне вообще по барабану единственный человек кто там дееспособные сетан кваб и все остальное все это шушера их надо пиздить вот как говорил владислав святой человек для народа и для меня тоже потому что вы на самом деле мужик вот так что хочу сказать ладно ну теперь смотрите они подняли руку вы знаете если бы мы там были да я не говорю за всех осетин вы понимаете стены тоже должны будет кто-то может простить что-то я бы например не прошу вот такое поведение будь он министр будь он кто-то я думаю я бы жестко сферировал он бы даже не да не будем за это но это уже произошло и они подняли руку теперь и становится вопрос значит мы ветераны да ну давайте исходить из того что мирное время и гарик гарик укая он уважаемый парень пацан пацанчик дай бог тебе здоровья братила молодец тут значит что происходит гарик укая сидит в окружении своих друзей на набережной сухума да бибилошвили свалил горе летатель на аппаратах короче да умалишенный президент разве может на летательных аппаратах летать которые подвергнуты риску большому значит он был под воздействием каких-то препаратов если он полетел на этой шляпе даже я не полечу все видавшие а он чё видел вот этот что он видел ну короче он уехал в 6 часов они здесь зависают джаня его компания тут эти потянулись министр значит ну что произошло кукая гарри выходит и говорит братцы ну раз нам государство не сделал такого уважения в день победы так давайте я как ваш избранник да как гарант конституции как депутат избранный вами я выйду и из табельного оружия выстрелю воздух несколько раз это не является преступлением понимаете да то есть если у гарри гока есть табельное оружие да он превысил чуть-чуть должностные полномочия но это не связано с риском для жизни большого количества людей от одного до двух лиц и более да естественно они ему предъявить ничего не могут и они его начинают бить далее там и не его его я же там не находился не могу судить об этом но это президент там кайфует это понятно а эти архаровцы они короче подкатили да и что сделали полностью дискредитировали себя полностью они для народа абхазии являются никто вот кто знаете вот дал чувства рукам и на взрослых руку поднял бля буду да был бы я там да я бы вам навтыкал все да вы бы оттуда не покалечены не ушли бы ну вот так вот я вам это гарантирую вот когда вас развенчают в погонах я вас буду искать и пиздить всех специально приедут а если я вас в россии поймаю вам вообще пиздец я вам сразу говорю вот кто руку поднял моих братьев пацаны скиньте все их фамилии мне лично я вас бля буду пропасу здесь всех я вам закрою выезд сюда в россию вы чё думать у нас руки тоже длинные у вас они знаете какие запятнанные у нас они чистые и длинные у ветеранов это другой вопрос теперь третье что касаемо непосредственно министра внутренних дел ну раз вы подошли туда где произошло чп и вы должны были предупредить людей и сказать что никто не уходит с места происшествия сейчас я вызову дежурную гаду они расследуют и они потом скажут и новин ли ты или невиновен что сделал этот проходимец очень мне сложно назвать его проходим сам он таковой есть сын великого абхаза ведь ты же проходимец посмотри на себя ты молодой человек как ты мог руку поднять на кого-то ты как тебя министром поставили тебя и ты взял и ударил кого-то чего ты взял что тебе даны такие полномочия ты чего ты взял что твой папа генерал твой папа герой у нас брат а ты кто признаешь сын за отца не в ответе отец за сына в ответе но с твоего отца твой отец абхазом дух показывал а ты кто чё ты им показываешь что ты делаешь вообще всего ты полковник какой ты полковник или что ты из чего ты взял что ты будешь генералом никогда в жизни ни один высокопоставленный чиновник в любых структурах ну что касаемо абхазских я там промолчу или там южной осетии но в цивильных странах тебе сразу оттас метанут до твоей карьеры вообще кричит теперь раз ты руку поднял да ответить не смог знаешь ты кто такой они знают там в абхазии все но есть такое положение говорит да фуфо говорит не тот кто метанул а тот кто не получил так вот с тебя по-любому получат и мы не фуфло мы ветераны не фуфло запомни это ты животное животное настоящее если ты выйди кого сюда за границу да вот кто у тебя какие то есть самые быки выйди я с вами с троими короче да мамой своей покойной клянусь я вот никому не дам короче влезть в базар мы вот закроемся в одной хате я вам там дам пизвлей очень жестких чтоб вы понимали я еще раз говорю есть в абхазии люди хорошие люди которые я вам я вам своей покойной мамой клянусь если бы я не любил абхазию я бы сейчас вот этого не делал да постоянно я не клоу нахуй и здесь для меня этот у меня и здесь меня знают пацаны и всякого рода людей но положительные никаких отрицательных элементов меня не знает да я вот вам говорю абхаз вот пока вот такие бешеные собаки рядом шоркаются да никогда покоя не будет в стране возьмите проголосуйте пусть в МВД назначат ну допустим из Чечни бывшего добровольца ведь есть много положительных отставников например с чего почему надо набирать постоянно абхаза ну с чего вы взяли ведь это же вы понимаете что это этот поставьте например из черкесска я знаю одного человека бывшего замминистра добровольца порядочного человека почему его не поставить не поставить почему вы когда вам трудно было да вы нас позвали или что-то сказали да там и позвали ну вы вы то нас не звали мы по зобу сердца пришли да но как бы кто-то говорил позвали же но мы же пришли а чего вы нас сейчас не зовете когда у вас вот такой беспорядок как творится а почему не назначите например черкесского министра замом например с Чечни пацана почему не назначите который именно в структурах работал да в розыск возьмите с Кабардино-Балкари или северной Осетии с казачества возьмите откуда поломайте вот этот стереотип поломайте его на лыжи надо поставить знаете кого беспредельщиков меня нормально и пацаны поймут и все кто к этой жизни причастен да и кто сквозанул с Абхазии они тоже поймут там и ни воров не оставалось и ни блатных никого они все сквозанули во время войны и пусть сейчас себя в грудь не бьют что они там пиздец один Седой там остался Седова брат как где он оставался в этом Гудаута Седова брат там оставался я я как-то выехал в девяносто третьем году короче у меня друг там попал в плохую историю в Москву мне надо было в Москву выехать я выехал и там у меня по стечению обстоятельств уже покойные люди да я вам клянусь да ребята не буду я вам мамой покойной там были все крадуны Абхазы в Москве все крадуны были Абхазы представляете сколько народа свалило а остался кто защищает вот этот бедный народ мои дорогие мои золотые вот вы остались и поэтому я и говорю что для меня нету там ну короче не буду называть имен у них свои имена они в своих кругах почитаемые люди мы не будем же посягать на их имя ни в коем случае но скажу вам точно когда шла война они все сквозанули при всех их именах при всех их регалиях они у них нету семьи нету родины да а когда короче настает мир они приходят и говорят мы пятая десятая не бывает такого вот не бывает такого не было на подножке у нас стояли блатата пока мы там воевали на подножке стояли у тех кого они называют автоматными ружьями ах река ведь басалан тебе кидай в эту это ты сказал что мы автоматные ружья но я это знал раньше ну хорошо что ты это сказал вслух не не хотелось бы мне чтобы это исходило из другой нации которая является гражданами абхазии потому что ах басказал мы являемся автоматными рожами но если мы как автоматные рожи будем поступать с теми с кем положено так поступать то они перепутают все вот и все так вот будет поэтому хочу сказать а то что бжане там собрал да вы запомните все кроме вот есть у бжане в команде есть один профессионал это анкваб остальные все шляпы запомните это ну золотинскович он профессионал да он в таких кругах поработал что можно сказать обезличить такого человека нельзя если бы я так сделал я бы был не прав но вот это вся она вся в натуре ну короче сме ее надо смести ну не знаю там уже как я не призываю к смене власти я имею ввиду смести этим веником да чтобы понимать я поправку сделал всех поздравляю братцы вы мои ветераны братцы вы мои братья и жалко и дарваржин на асы ну вы поняли я вам сказал вот эти люди али люди они не люди они по сапатке получат вот хочу хочу сказать если вдруг ошибся в чей-то адрес там или что-то неправильно хотя я все слова фильтрую может за кого-то не досказал пусть сам напомнит лучше для него будет да вот а про блатных еще раз говорю во время войны вас не было да вы приехали сейчас вы имеете статус но не надо пацанам не подъезжайте а вот ветеранам не подъезжайте а вот сращивание со структурами расценивается как блядство да я тоже меня тоже люди знают объявляю если сращивание с местными структурами власти какого бы не было покроя хочешь с мусорами хочешь со сгбшниками хочешь со с кем это называется блядство сращивание то есть ты мусоров кормишь в общем вот догадим хочу передать приветы всем кто меня знает ребята в первую очередь хат хуаэдо очень люблю тебя брателан это на ПВО есть такой бесик да Ванечкин сын которого вы похавали вот вот он вот он с тремя ну такой был вы что думаете мы не в курсах в курсах всего вы же его тоже вы там пасаненком это ладно теперь никто нас не тормознет ветеранов вот теперь пусть абхазы скажут если слышь вы что собираетесь там что вы собрали вообще для чего вы собрались а что вы не позвали с других республик что за этот театр устраиваете давай зовите нас зовите как то тогда были вместе так вместе и пойдем а что я опять же говорю я не призываю там к смене власти высказыванию большого количества людей мнения я думаю это никто не запретит все я завершаю этот эфир я думаю доебаться до меня нету вопроса